Уличное освещение под онлайн контролем в Ленске в тестовом режиме уже месяц работает автоматизированная система. Отследить неисправности, задать режим работы, теперь можно не выходя из кабинета или просто имея при себе телефон со специальным приложением. Это облегчает работу обслуживающего персонала и энергетиков. Что представляет собой эта система, расскажет Олеся Васюва. Небольшая коробочка с умной начинкой. Именно так выглядит автоматическая система управления уличным освещением. Но мал золотник додорок, этот небольшой щиток экономит рабочее время сразу нескольким службам. В первую очередь подрядчику, обслуживающему городскую уличную сеть. Фирма «Промэкология» сама приобрела оборудование, установила и делает первые выводы. Удобно, очень удобно упростить работу, сократить выезды туда. Чтобы можно было с одного места наблюдать, ввести диспетчеризацию всего города в дальнейшем. Тестовый образец установлен на одной из трансформаторных подстанций. Работает уже месяц, обслуживает несколько линий. Седанные по ним на экране. Несколько вкладок отображают все параметры. Для работы с системой не требуется диспетчерского пункта. Доступ возможен с любого устройства с выходом в интернет. Новинка появилась в городе с легкой руки городоначальника. Сейчас мы один месяц протестируем. Сегодня мы уже планируем закупить еще три шкафа. Поэтому я думаю, что потихоньку мы установим все шкафы на все уличное освещение. И это позволит нам, во-первых, экономить ресурсы, раз. Оперативно реагировать на всевозможные, ну скажем, неполадки в сетях, два. Ну и просто это будет удобно людям, которые занимаются обслуживанием уличного освещения. Экономить ресурсы будут благодаря работе по расписанию. Готовой график задается на уровне диспетчерского центра и позволяет носить коррективы в соответствии времени года. Теперь в светлое время суток фонари в городе гореть не будут. А Энергосбыт сам сможет снимать показания онлайн, имея пароль к системе. Можно отследить и неполадки. Данные о напряжении расскажут о неисправности светильников. Сама же система надежная, проходит тестирование в непростых условиях, в холода и ни одного сбоя. Все узлы учета у нас с обогревом, то есть никак не влияют. Там в щите управления температура не более 10 градусов, то есть она до минус 50. То есть в нашей условии Крайне Севера, в принципе, хорошо работает, себя показывает. Планы по закупке новой партии оборудования уже реальны. Прошли торги и определена фирма, которая установит очередные несколько счетов. Учитывая намерение муниципалитета в ближайшие годы оптимизировать всю систему уличного освещения, такое оборудование будет смонтировано на всех главных узлах.